МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В соответствии с вашим поручением у министерства была возложена задача по координации, для этой деятельности, обеспечения бесперебойного снабжения наших военнослужащих, воинских частей, где они проходят службу, всем необходимым. Я хочу доложить, что в Ставропольском крае нет ни одного органа, ни одного муниципалитета, который бы с прохладцей относился к этой задаче. Сформирован график и представлен вам на утверждение на поездки на февраль. Мы договорились, что мы доедем до 23 февраля до всех наших частей. Все приедем, поздравим наших ребят с Днем нашей российской армии, и подарим необходимые подарки. Ну и, конечно же, отреагируем на те запросы. В Минеральных Водах на улице Юбилейная построят два многоквартирных дома для переселенцев из аварийного жилья. Сейчас на объектах обустраивают фундамент. Затем специалисты начнут возводить стены, сообщили в региональном инстрое. В новые дома переедут 222 человека. Работы идут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В поселке Курган нам достроили фельдшерско-акушерский пункт. В здании оборудовали кабинет неотложной помощи, процедурную комнату и хозяйственные помещения. Также благоустроили прилегающую территорию, сообщили в региональном инстрале. Строительство проходило в рамках краевой программы по модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году на региональной трассе «Светлоград» Благодарный-Буденовск отремонтируют мост через реку Мокрую Буйволу. На отрезке обновят покрытие проезжей части, укрепят опоры путепровода и установят знаки, сообщили в региональном Миндоре. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».